Читаем тринадцатую главу из третьей книги царств. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню Вифиль, в то время как Иероваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал, — Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказал, — Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божие, произнесенное к жертвеннику Вифили, то простер Иероваам руку свою от жертвенника, говоря, — Возьмите его! И одервенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию, — Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала, как прежде. И сказал царь человеку Божию, — Зайди со мной в дом и подкрепи себя пищею, и я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю, — Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним, не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел Вифиль. В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле, и слова, которые он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, — Какой дорогой он пошел? И показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, — Оседлайте мне осла. И оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему, — Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? И сказал тот, — Я. И сказал ему, — Зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал, — Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба, и не буду пить у тебя воды всем вместе. Ибо словом Господним сказано мне, — Не ешь хлеба, и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. И сказал он ему, — И я, пророк, такой же, как и ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал, — Вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды. Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему ему. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, — Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, — Не ешь хлеба и не пей воды. Тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил. И отправился тот. И встретил его на дороге лев и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге, осел же стоял возле него, и лев стоял возле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва стоящего подле тела, и пошли, и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал, — Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему. И сказал сыновьям своим, — Оседлайте мне осла. И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице, и плакал по нем, — Увы, брат мой! После погребения его он сказал сыновьям своим, — Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подли костей его положите кости мои. И возбудится слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских. И после этого события Иероваам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иероваамов ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Иероваамов кое-к и к истреблению его с лица земли. Иероваааааааааааааааааа! Продолжение следует...